Да, пример. Давай как-то все это сузим. Хорошо, давайте. Я студент из России, хочу поступить в университет штата Юты. Что я начинаю... Без гугла не получится, то есть придется гуглить. Что я начинаю гуглить, как вот студент из России? Я начинаю гуглить, во-первых, стипендии на своем факультете. Например, я хочу изучать биологию. То есть я буду гуглить, так и буду гуглить... То есть открываем University of Utah, биологический спец. University of Utah, biology, scholarships. Все это смотрим. Окей, есть такие направления. Есть стипендия вот именно там на биологию. Отлично, подаем. Далее, нет стипендии. Начинаю смотреть на уровне, допустим, уже всего университета. То есть просто буду гуглить... Вообще они хоть что-то дают или нет? Окей, смотри, там, не знаю, автоматизации производственных процессов дают. Не моя тема совсем. И просто вот пройти, ну не все, конечно, но несколько вот этих вот департаментов, да, департаментов в университете, погуглив, да, там, может быть, какие-то есть стипендии для женщин в биологии, да, то есть какие-то... Ну, это, да, смотри, пункт выше гранта. А, допустим, если, ну, опять, наш человек, он пойдет от обратного, поеду в тот штат, где, там, не знаю, есть несколько вузов, которые там славятся тем, что дают всем и все и много. Вот есть такая история с какими-то вузами, университетами, которые вот, ну, как-то вот славятся тем, что они вот раздают налево-направо. Ну, так сложно сказать, я могу вам сказать, что, допустим, наша бизнес-школа дает хорошие стипендии просто потому, что я это знаю. В нашей школе отличные стипендии на бизнес-программы. Это в открытом доступе? Это в открытом доступе на сайте бизнес-школы. Мне туда вот попасть, вот давай мы тоже ссылку оставим про бизнес-школ, чтобы люди понимали, потому что вот открываешь вот эти, особенно, всякие там муниципальные сайты, и там на тебя вот это все сыпется, и ты там, то есть... Ну, поэтому я два года потратила на поиски этой информации. Да, понятное дело, что надо себе заставить какой-то словарь, так скажем, сузить поиски, понять, что мы ищем, как это называется, в какой сфере, и куда я с этим всем буду ехать, и уже начинать разруливать. Почему я не люблю стипендии? Стипендии я тоже не люблю. Так, подожди, то есть, и гранты любишь и стипендии? Нет, я скажу, что я очень люблю попозже. Почему эти стипендии не очень люблю? Потому что в основном стипендии не финансируют полностью. То есть, это будет либо 30%, 50% это будет отлично, но в редких случаях там стипендия, покрывающая полностью, допустим, обучение. Да, ну, редко, но есть такое. Что замечательно, стипендия не накладывает у нас никакие обязательства, то есть, вы можете спокойно себе наслаждаться жизнью, не работать и получать стипендию. Теперь, какую форму финансирования я очень сильно люблю? На уровне магистратуры и дальше, то есть, магистратура и докторантура, есть такое понятие, как ассистентство. То есть, ассистентство, это когда вы являетесь сотрудником университета, то есть, потому что у вас уже есть бакалавр за спиной, то есть, вы уже там не 20-летний пацан. Сотрудник университета, ты являешься в разрезе вот этих 20 часов, которые тебе дают работать, пока ты уничтожен. Но это другая форма, то есть, вот то, что мы говорили, 20 часов работы на университете, это называется on-campus employment. Это другое, там вам просто по-часовую платят зарплату. Вот о чем я говорю, вот это вот сотрудник университета, это может быть либо, в зависимости от вашей специальности, допустим, я, как приехала, я была, сразу же меня взяли преподавать на кафедру иностранных языков, вот сразу. А как ты преподавала? Ты иностранным студентом преподавала? Я начинала американцем, я преподавала русский язык американцам, то есть, начала я с русского языка. Ну, английский язык американцам преподает русский. Нет, то есть, начала я с русского языка, то есть, все, сразу же меня взяли, я делала свою магистратуру, я работала 20 часов, но в реальности это никогда не 20, в реальности это 30, может, даже 40. А платят как за 20? А платят лучше, чем за 20, потому что они оплачивают полностью ваше обучение. Обычно полностью вам дают ежемесячную хорошую стипендию Прожиточный минимум Это может быть порядка 1300, 1400, 1500 долларов Это отлично студенту Плюс медицинская страховка Очень многие люди получают эти ассистенства Лишь бы сделать себе страховку Даже американцы Да, заберите бесплатные обеды, дайте страховку Потому что пообедать можно за 20 долларов Очень хорошо, а за 20 долларов тебя даже в регистратуру не пустят Поэтому вы можете работать, допустим, преподавателем Вы можете, если у вас сфера исследований Вы можете быть прикреплены к какому-то профессору И быть его ассистентом И вам также будут платить полностью обучение Полностью стипендию на жизнь Вы можете работать административным ассистентом То есть, допустим, вы изучаете маркетинг И вот вы работаете какими-нибудь ассистентом в офисе вот этого маркетинга Вы помогаете им там с какими-то офисными обязанностями Ну и опять-таки нетворкинг выстраивается какой-то Конечно Где-то там тебя знают И у тебя, опять-таки, это может быть очень неплохие шансы Как-то зацепиться, если интересно, сама вот эта научная университетская сфера И как-то хоп-хоп и пошел Да, то есть вы не только бесплатно выучиваетесь, еще и зарплату получаете Но вы еще выпускаетесь и не просто чистый лист, а вот два года опыта работы в Соединенных Штатах Супер, да, то есть ты сразу готов Плюс еще пока будешь учиться, будешь какими-нибудь делать волонтеринги Да, да, если будет время Собирать какие-то фонды и все прочее, потому что это здесь любят Да, в общем, такая система, она есть не везде То есть не на каждом факультете будет такая история Но очень важно поэтому широко смотреть на выбор своих Вообще даже географии, да, куда я поеду Особенно если у вас нет денег на учебу Потому что бывают очень интересные запросы Что вот я хочу учиться бесплатно, но мне, пожалуйста, вот в Нью-Йорк еще на Ванхэттене хочу учиться То есть такое тоже бывает То есть надо Надо понимать, что если вы претендуете Вообще бесплатной системы обучения в Соединенных Штатах нет То есть это огромная привилегия, если вы претендуете на какие-то там бесплатные варианты Соответственно, нужно выбирать очень такую широкую сеть университетов И смотреть, где же есть вот эти вот graduate assistantships И в моем случае это был единственный вариант приехать учиться в США Соответственно, я выбрал университет, который я знала, что на моем факультете выдаются эти graduate assistantships Да, то есть Ольга рассказывает примеры в большинстве случаев, через что ей пришлось пройти Мне и моим друзьям знакомо Из Челябинска до Salt Lake City Да, суровый путь Да, так что даже не то, что там из Москвы, как говорится, уже одной ногой в самолете в Челябинск Нет, в Челябинск, да Да, следующий, значит, у нас вопрос, товарищ планирует приехать, значит, планирую в этом году начать путь получения мастерской степени data science Сейчас у меня диплом инженера-специалиста, рассматривает вузы США Прекрасно Софлейк ему интересен, да-да-да Перспективы немаловажные Не хватает разговорной практики в английском И поэтому думая о варианте обучения через школу английского языка Мы это и обсудили как один из самых таких вариантов Если у вас все получится, то прекрасно И, возможно, вы сможете указать рациональный путь для старта И человек даже прилетит в Salt Lake во второй половине марта на разведку Соответственно, ну вот, и пожалуйста То есть мы по школе ответили, что это как вариант Да, то есть это отличный пример того, когда можно поменять специальность Вроде как data science и инженер, вроде как, ну вообще разные сферы Опять инженер, мы не знаем, в какой сфере он инженером Но даже если он инженер каких-нибудь там Он технический человек уже, то есть он же не собирается поступать опять на врача Или на историка моды То есть это прекрасный такой транзишн Опять, это релевантный опыт Будучи инженером, он научил там информатику, наверняка умеет кодить базово там что-то, может и не базово То есть все это хорошо То есть как вариант, я могу ответить со своей стороны Потому что я сам сейчас в эту иду, стезю, что с IT и со всеми датой и со всем прочим Все здесь у нас будет хорошо, уже сейчас хорошо и развивается очень круто Юта в этом направлении Вперед из песни Для вас, соответственно, надо понимать, там, школа, какая школа Если поступать, то как поступать И английский, конечно же, надо подтягивать Потому что если вы сами сомневаетесь, ваши сомнения должны убрать тест Потому что когда вы придете поступать и подавать документы, вас его попросят И просто люди, которые будут вас зачислять, они должны знать, что вы будете понимать, чего вам будут преподавать Вот, это вот самое главное Потому что можно на бытовом уровне даже поднатаскаться Но когда ты приходишь на занятия И вокруг тебя, так скажем, 90% это будут английские нейтив спикеры И это будет очень сложно Поэтому отвечаем, значит, по IT, если у вас IT, Data Science и все, что с этим Все будет хорошо, к нам приезжают Нью-Йорк, Калифорния, привозят офисы Город со спокойной и безопасной жизнью Если поселитесь на Востоке, это точно будет все так Дальнейшие перспективы, сказал Школу выбирайте, приезжайте на разведку Даже можно вот как-то пересечь, встретиться, если будет время там и желание у всех Приходите в университет обязательно Вот, к Ольге можно прийти в университет, да Пообщаемся В общем, да, ответили на вопрос Потом очень такой узкоспециализированный вопрос Нужно ли переучиваться инженеру по вентиляции и отоплению? Ну, тут не хватает контекста Да, не хватает контекста Кому нужно, зачем, какие цели? Ну, то есть я представляю, обычно такие вопросы задают То есть человек, значит, инженер по вентиляции и отоплению То есть он рассчитывает на что? Он приезжает сюда и такой говорит, вот прям вот сходу я вот это все умею То есть я, насколько понимаю, то есть эта работа здесь, то есть он представляет собой, так скажем, умственную часть этой деятельности То есть он делает расчет этого всего как специалист Или он как монтажник и исполнитель это все делает Вот, ну давай попробуем ответить на оба, так скажем, варианта Очень сложно Да, нужно разбираться в теме То есть нужно спросить у человека, кто в этой теме То есть вы кто в этой теме Если, пожалуйста, вы будете спрашивать дальше там подобные какие-то вопросы Конкретизируйте, то есть с какой стороны вы руками делаете больше Да, да Или вы проектируете в этом контексте что-то И в таких вот очень специфичных Ну, не каждый день мы о вентиляции и отоплении говорим, чего уж тут рассказывать А потом человек позвонит, скажет, что он там, не знаю, таксидермист какой-нибудь И с ним чего делать Еще раз уточним момент Есть ли, вот, ты сказал, что сайта никакого нет Где можно вот, как вот, ну, для Канады, для Австралии, многие знают, баллы ты прям набираешь То есть пишешь, я IT там, то-то, то-то, мне 35, я там умею то-то И такой бам-бам-бам А у вас очень высокие шансы, найдете работу, камон Видите, в Канаде эта система основана на программе миграции Единой вот такой То есть тут, поскольку такого нет Как найти, вот, как понять Вот я вот инженер вот этот вот, да, по отоплению Там, где-то можно, кроме просто там Тренды в профессии 2019 Где-то можно еще посмотреть Открыть любой такой популярный американский поисковик именно вакансии Допустим, indeed.com, glassdoor.com У нас даже не поисковик, а там рассказывают Ну, там есть тоже Сколько там, ну, там что-то есть Там можно и работу посмотреть Там разные варианты То есть открыть поисковик и просто забить туда вот вашу вакансию И сколько вы будете получать И вообще много ли там каких-то возможностей Да, то есть вот я, допустим, если бы это сделала ранее Поступая, допустим, на преподавателя английского У меня вот, может быть, я без иллюзий бы сюда ехала Потому что у меня были, конечно, совершенно неадекватные планы на свою жизнь То есть я собиралась, я собиралась выучиться на преподавателя английского И переехать жить в Нью-Йорк Что... Ольга, что вы здесь делаете? Да, то есть, а вот если бы я открыла бы вот этот поисковик И забила бы преподавателя английского И посмотрела, сколько они получают И сколько рент стоит в Нью-Йорке, да, там где-то в хорошем районе То я бы хотя бы вот... Потому что я считаю, что любой человек Вот, я не знаю, ты не употребляешь наркотики, там не пьёшь И адекватный Ты в таких городах, как Нью-Йорк, там Лос-Анджелес, Чикаго Ты любую работу найдёшь Вот даже без заверения, без подтверждения Там просто есть другая сторона медали Сколько стоит сама жизнь там И, может быть, вы счастливы просто начнёте работать с первого дня этим специалистом Но будете получать не очень много Потому что кто-то закроет глаза на документы Кто-то вы там как-то... Может быть, даже у наших людей будете работать Но этой зарплаты вам будет хватать, чтобы перекрыть просто ваши все счета Да Вот, потому что это в больших городах, ну это как эффект Москвы То есть там любой может приехать и устроиться, как говорится, хоть охранником И будет получать в 3-4 раза больше, чем в своём родном городе Но только вопрос, что зарплата охранника, ну пусть даже там 40 тысяч рублей С которых вы в Москве будете отдавать 20 там за комнату Есть ли смысл? Для кого-то, если есть, то пожалуйста Поэтому здесь надо смотреть Если вы рассматриваете какие-то большие города И правильно то, что Оля говорит Вы найдёте там работу Но вы поймите, хватит ли вам этих денег Вообще, чтобы жить А если у вас еще семья, дети, страховка И просто начните это всё считать Вот возьмите, посчитайте, если вы не в Москве Посчитайте для Москвы Потому что очень много вводных данных есть для Москвы И потом попытайтесь это как-то экстраполировать Вот на Нью-Йорк И понять, что вас ждёт Потому что говорить о подобных специальностях Вот в разрезе таких городов, как Salt Lake City Ну я бы не сказал, что здесь это как-то всё быстро и ловко получится То есть, опять-таки, строительство идёт Если человек проектирует, да То головы везде нужны Рабочие руки, расстрои тоже нужны Потому что, отвечая вот даже на предыдущий ещё вопрос Стройка и IT Это сейчас две вещи, которые в Юте вообще правят балом Да Потому что перестраивают всё Salt Lake'ы хотят делать транспортный узел глобальный То есть, стройка и IT Поэтому смотрите, смотрите и думайте И IT это не только кодить Это, понятное дело И витую пару тоже кто-то должен тянуть И кто-то должен строить здание для этих сервершных Вот, то есть, смотрите и думайте Окей Ну я призываю сделать своё такое мини-исследование Да, потому что никакой консультант и агентство Ну слушаемым людям с английским языком Не так хорошо и открыть Кто-то погрузится в эту пучину Гугла там, что, какой глаздор Что он там имеет в виду Притом люди, опять-таки, первая ошибка 100 тысяч долларов зарплаты О-о-о, круто Круто, аналогия Потом ты 30% отнимай налогов Посмотри, что там вообще Просто круто 100 тысяч долларов в год Перемножить сейчас на курсы Да, я обалдеть Взяться за сердце Да я ж буду там, не знаю сколько 700 тысяч там в год Там миллионы там О май гад Да, 30% сразу можете убирать От той суммы, которую вы увидите Просто моментально Смотрите, у меня в рекомендации Я ещё добавлю ещё раз сайт Который очень круто калькулирует стоимость жизни Вы можете это проверить на своём родном городе И потом опуститься в пляс по другим городам Пожалеть о непрожитых жизнях там Очень здорово считает Начиная там от стоимости десятка яиц И заканчивая рентом Он выдаст вам картину жизни В общем, вот будем уже заканчивать Оль, если есть какие-то вот вещи Которые бы ты хотела сказать, рассказать То, что мы не осветили Твой звёздный час Наверное, какие-то такие рекомендации Побольше узнавайте о системе образования Как мы уже сказали Читайте больше Узнавайте зарплаты Что вы читаете из зарплаты То есть, вот реалии нужно узнать Чтобы распрощаться с какими-то иллюзиями Какими-то ложными стереотипами Потому что они действительно Очень могут Как бы испортить впечатления первые Поэтому это обязательно Нет, ну ты сейчас уже говоришь О работе больше О учёбе в принципе Вот, учёба тоже Надо понимать Какое изначально выбирать Куда поедем Надо понимать, да Вот очень важно понимать Куда вы вообще едете Потому что, опять-таки Вот моя ошибка была в том Что, когда я получила этот офер Да, там, с бесплатной учёбой Да ещё с работой У меня просто разум Затмило настолько Что я даже не стала Там особенно разбираться Да Едем Едем Летим На крыльях счастья А на самом деле Было бы неплохо Вообще посмотреть Что за там культура Какая в этом месте И вот как я туда впишусь И вот Может быть даже выбрать Было бы Какие-то другие варианты Так, ты у нас куда изначально попала Я попала в университет Западной Вирджинии Потому что многие люди Когда Америка Они же Нью-Йорк Нью-Йорк Нет, это к сожалению Нью-Йорк Хэрри Брэдж Да, это было такое Очень отдалённое Очень такое Культурно-специфическое место Где вот маленький городок Вот один университет И всё И вот Сделала бы я Своё Своё домашнее задание Заранее И немножечко бы Вот посмотрев Может быть я бы Выбрала бы Какое-то другое С другой стороны Это специфическое место Дало тебе возможность Вот это вот всё Конечно Стипендию Что-то потянуть Потому что это не Нью-Йорк Ну да Я согласна То есть я не хочу жаловаться Я благодарна Моему университету За это Не концентрироваться Опять-таки На каких-то Определённых Географических локациях То есть Быть более таким Открытым К разным вариантам Особенно если вам Нужно получить деньги Попробовать Не знаю Посмотрите Какие-то Не вот эти Мекки Все бесконечные Посмотрите Вторую Береговую Да Это даже третью Можно поглянуть Ну вряд ли кто-то Захочет жить в Монтане Где-то Вот То есть посмотрите Ну и это не приговор Вместо Калифорнии Посмотрите Орегон Вместо Нью-Йорка Посмотрите Может быть Подальше Пенсильванию Какой-то штат Вместо Флориды Посмотрите Аризону Техас Посмотрите Колорадо Ну Юту Как бы вот Смотрите Вот Потому что Вы когда Вот со всеми вместе Пытаетесь туда Вот набиться Вот этот эффект Адового муравейника Он не даёт Многим людям Может быть действительно Талантливым Как-то Показать себе Идите туда Где поменьше Потом зацепитесь Есть классная Куча классных штатов Мест И Настолько Мобильная Вся система То есть Вы можете Даже отучиться В какой-нибудь Небраске И просто Получить работу Просто моментально И переехать В совершенно другой штат То есть Это нормально Ты учишься В одном месте Это не значит Что вы здесь будете жить Большинство Большинство Кстати Не остаются То есть Они отучиваются В определенном месте И уже дальше Вся страна Открыта Для ваших Карьерных Каких-то возможностей Не нужно Вот так вот Безумно концентрироваться На вот этих Гарвардах И Принстонах Ну вот Очень многие Вот очень многие Прямо думают Что нет Ну если ну не Гарвард Не Принстон Не недель Ну вообще Все никак Обязательно Нет Вот опять-таки Не повторяйте моих ошибок То есть я взяла Просто один университет Я так вот Тыкну вот На карту И все Я знаю Что там даю деньги Я туда еду Нужно составить Список университетов Желательно там Пять-шесть Вузов Допустим Два каких-то Супер Вот которые Немножечко Даже слишком Не ваш уровень Повыше Два допустим Три Вот ваш Такая комфортная зона И какой-нибудь там Ну вот На всякий случай На всякий случай Что если Да не получится Вот туда Что вот туда То есть вот это Ну это правильно Сделать так И начинайте Готовиться заранее Весь этот процесс То есть год Это идет только Вот подача документов А вообще Подготовиться морально Материально Вообще Умственно Ко всем этим тестам Нужно конечно Большое количество времени Мне кажется чем лучше Ты подготовен материально Тем меньше надо Готовиться морально Да Это всегда так Давай расскажи Какие услуги Ты еще оказываешь Где тебя найти Мы все это Сейчас укажем Под видео Потому что Оля Есть свои Везде инстаграмы Да Я веду свой Небольшой блок В инстаграме Где я делюсь Вот такими подробностями Такими инсайтами Да Внутренними Именно по По поводу Поступления В американские университеты Я фокусируюсь На магистратуре То есть Вы конечно можете Мне написать В директ Какие-то вопросы По бакалавриату Я всегда люблю Конкретные вопросы То есть На вопросы Типа Хочу в Америку Да Или там Вот Ну Я не очень люблю Такие вопросы Четко сформулированный вопрос Я буду всегда рада ответить Хороший вопрос звучит так Хочу поступить В университет В магистратуру По направлению Ядерная физика Там что мне делать Чего у вас там Есть с этим Или вот Да То есть Какой-то конкретный вопрос Я с радостью на него отвечу Пишу я Вот именно О процессе поступления О таких хитростях Да О которых не знаю Даже местные жители Вот американцы Например Может и в среде Да Я здесь работаю То есть Я знаю все эти ходы Выходы Как писать Мотивационные письма Какие сейчас идут Такие тренды Что нужно писать в СССР Как себя презентовать Да То есть Я работаю И по поступлению Я также работаю С людьми Которые Ищут работу То есть На моей позиции Вот официальной В университете Я карьерный консультант То есть Я помогаю американцам Студентам Искать работу Проходить интервью Писать Вот весь этот Делать Аппликационный Вот этот Пакет То есть Это резюме Сопроводительные Письма на работу Преподаю Такие воркшопы Как Торговаться О своей заработной плате Потому что в Америке Принято торговаться То есть Вот все Что касается Поиска работы Я тоже занимаюсь Об этом тоже Пишу в своем инстаграме Поэтому если у вас Есть какие-то вопросы Вы можете Ссылочку добавляем По ссылочке проходим Дальше знаете Что делать Добавились Законнектились В зависимости Конечно От сложности И комплекса Того Что спросит Какой-то потенциальный Клиент Там уже будете Договариваться О какой-то работе Потому что Да Очень много Вот таких вопросов Из рубрики Как дела Ребят Это все время Человек работает В университете На полном дне И как бы Если вы задаете Какой-то конкретный вопрос Постарайтесь Что вот На обратном конце Человек вас не видит Не знает И не знает Что у вас в голове Вы лучше больше Напишите Ну конкретно Дайте все свои водные Кто вы Что вы Откуда Что вы хотите А конечно Вот такой вопрос Как мне переехать Ну вот Смотрите видео То есть мы даем Какие-то водные Десяток добрых ссылок Оставим Куда вообще стоит Заходить Посмотреть И как вообще С этим всем Жить дальше Потому что Вопросы одни и те же Заходите на форум Читайте Смотрите И чем Чем более Специализированный Конкретный вопрос Тем более лучше И вы ответ получите Для себя Такие дела Супер Оля Спасибо за Рассказы Показы Может быть Сейчас запустим Какой-то еще Совместный проект Спрашивайте вопросы Подписывайтесь На Олю Заходите в гости Слушайте Рассказы Наши про Юту Все Всем спасибо Пока Спасибо До свидания Рассказы 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 Рассказы